Так, вот такой вот я купил. Это MD382, как пишет на сайте родной братик MD282. Он как раз, смотри, новый, с родной вот этой скруткой, еще не тронутый. Давай его подключим, попробуем. Я спаял вот такой переходник с DIN на XLR, чтобы можно было попробовать. Он шумный, конечно, этот переходник, но тем не менее, чтобы послушать, как он звучит, этого хватит. Давай посмотрим на паспорт этого микрофона. Вот, он называется микрофон динамический. Мы этот паспорт смотрели, я его распечатал. Это мы смотрели в предыдущем видео про него. Микрофон MD282, а у нас 382 на этот раз. Был 282, стал 382. Тут как раз написано, смотри. Номинальный диапазон частот микрофона, короче, вот 50-16 тысяч герц, это для MD282 и его модификации. А вот для нашего варианта, вот этого 382, это 80-12500 герц. То есть, у него на самом деле херовые частоты он ловит. Получается, мы опять не протестировали, как бы звучал новый MD282, потому что не соответствует 382 вообще никак. То есть, даже если у него там, не знаю, я так полагаю, график АЧХ у них один и тот же, просто диапазон частот другой. То есть, мы отсюда отсекаем, мы отсюда высокие частоты отсекаем. У нас только середина, получается, та, которая задумана у этого, 382. Хрен его знает, как это понять. Сейчас мы еще пошаримся. Где еще упоминание микрофона 382 будет? Так, 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 так. Не, ничего тут не вижу. Не, короче, ничего я не нашел нормального, отдельного. Единственное, что мы знаем теперь, что диапазон частот у 382 хуже, чем у 282. Что я его называл родным братом 282, непонятно, потому что не брат ты мне. Херня, тут характеристики частотные. Ну, серьезно, это что? Ну, короче, ну, как-то так, то есть, другой это микрофон, хоть и в том же корпусе. Ну, и смотрится он намного прикольнее. Смотри, как они в сравнении смотрятся. Вот этот микрофон у него, вот эта часть светлая, вот эта, блин, как это называется? Ветрозащита. И здесь ветрозащита у него светлая, а у того темная ветрозащита. И у этого мы еще, блин, носок туда засовывали. Не носок, а колготы, кстати, видно до сих пор. А, ну тут, блин, фигня, тут даже видно его вот эти дырки. Но тут что-то такое более темное. Вот так они в сравнении выглядят. Отличаются разве что от маркировки. Корпус тот же самый, капсулы получаются разные, с разными характеристиками. Итак, вот он уже подключен. Я уже слышу, что он работает. Давай-ка включим запись. 1, 2, 3, 4, 5. Меня зовут Игорь, я говорю в МД, 382, 1990 года. Ебало, завали! Издеваются надо мной, смотри. Издеваются надо мной. Вот так звучит МД-30. Что тебе надо от меня? Что тебе от меня надо? Ой, не! Ой, не! Не пойду. Не идет никуда. Вот так звучит МД-382. Такой был маленький тест, кстати. Я хочу послушать, насколько хорош по уровню шума мой переходник. Блин, переходник идеально работает. Может быть даже и не надо ему перепаивать. Но этот микрофон я переделать не буду, он все-таки новый. Вообще, я планировал включить этот микрофон в обзор МД-282, но так вышло, что я думал, что мне придет 282, а это 382. Пускай это будет быстрый беглый обзор, без переделки, без ничего. Мы просто в нему поговорим, послушаем его и сравним как раз с прошлым 282. Пусть это будет быстрое просто видео подключение, дополнение к видео про МД-282. Я решил его не снимать в том же самом видео, а сделать короткое, отдельное. Вот такое у него звучание, надеюсь, вам нравится. Теперь закидывайте мне деньги, пожалуйста, на Patreon, на Payneer. Ты мне закинешь денег, Тим? У меня нет денег. Зря. Ладно, давай так. Раз я не показал, как переделывать микрофон под XLR, я просто скажу, как сделать переходник, если не хочешь отрезать DIN от своего микрофона и вместо него паять XLR. Короче, оба варианта расскажу. Смотри, вот у нас в паспорте написано, как подключается. Покупаешь DIN MAMA, получается, и он там уже будет пронумерованный. То есть, у тебя буквально на самом вот этом вот херне будет написано его номера его контактов, что ты делаешь. Плюс паяешь на первый контакт, а на центральный контакт паяешь минус микрофона. А потом ведешь вот этот провод с плюсом-минусом, то есть, это будет одножильный экранированный провод. Экран на минус, жилу на плюс, выводишь его на XLR. На XLR'е что? Паяешь, короче, плюс на второй контакт. XLR, мы вот эта вот распиновка показана, если XLR развернуть. Но там тоже контакты пронумерованные, не потеряешься. Просто лупу возьми, посмотри, там написаны цифры. На второй контакт свой плюс плюешь, короче, с Дина, да? Это аж XLR папа, я сразу говорю. То есть, Дина у нас мама, XLR папа. И, блин, берешь минус, замыкаешь его на первый и третий контакт. Все, можешь подключать в аудиоинтерфейс, оно будет работать. Будет то же самое, что у меня вот на столе лежало. Единственное что, только смотри, самое важное. Чтоб ты не сжег себе ни аудиоинтерфейс, ничего. Не включай фантомное питание, если такая срака у тебя в этом, в твоем аудиоинтерфейсе. Потому что ты, блин, все сожжешь. Вот если ты хочешь, чтобы было нормально, делай либо балансное соединение, либо просто вот тупо не включай. Вот тебе еще одна важная вещь, смотри. Вот еще фигня, короче. Не хочешь делать переходник? Просто вот это вот берешь и убираешь нахрен один соединение. Берешь от микрофона, обрезаешь провод. Центральную жилу пускаешь на второй контакт. А вот эту вот оплетку от этого одножильного экранирового провода паяешь одновременно на тройку и на единицу. Все, у тебя будет соединение. В принципе, как мы услышали в вот этой вот записи, шумов быть не должно. То есть, как бы, да, балансное соединение лучше. Но я сейчас вижу прекрасно, что даже можно и не делать его. Мы-то будем делать дальше балансное соединение. А вот ты можешь и не делать, в принципе. Давай еще третий вариант. Если ты хочешь, чтобы у тебя провод шел в этот, в компьютер. Вот у тебя 3,5, знаете. Блин, у меня рука соскользнула. Ладно, неважно. Берешь вот такой вот 3,5. Понял? Сюда ты паяешь, значит, минус. А на вот этот вот плюс. Можешь на оба плюс. Но я советую только на один самый дальний контакт делать плюс. А этот оставить без соединения вообще. Все. И у тебя получается соединение в компьютер будет работать. Возможно, тихо. Возможно, шумно. Но работать будет. Здравствуйте. В эфире телепередача «Скромная помощь». И меня зовут доктор Скальпенко. Я ваш лечащий хирург. И сегодня у нас в гостях человек, у которого подушка приклеилась к ушам. Скажите, пожалуйста, молодой человек, как вас зовут? А? Что? Ясно. Человек меня не слышит. Давайте попробуем поговорить с ним сурнопереводом. Вы меня слышите? Горю громче, малыш, я тебя не слышу. Как вас зовут? спасибо за то что смотрели нашу передачу и будьте здоровы